В эфире еда живая и мертвая научно-кулинарная программа о том, что делает с нами содержимое наших тарелок. Вы уже видели в магазинах вот такой кудрявый салат под названием кейл. Если и не видели, то очень скоро увидите, он явно будет повсюду. В кейл, одну из разновидностей, которого между прочим называют русской капустой, буквально влюблены поклонники здорового питания по всему миру. Вот даже чипсы из кейла. И до России эта мода тоже дошла. Я увидел его впервые, когда брал интервью у американского профессора Майкла Грегера. Он назначил нам встречу в вегетарианском кафе и в качестве гарнира к фальшивым бургерам из овощей взял вот эти кудрявые листья. Помню, я тогда даже в словарь полез и нашел там перевод. Кейл – листовая капуста. Такую же примерно историю знакомства с этим овощем рассказывает и певица Саша Зверева. Она недавно переехала в Калифорнию. Я спросила у своих американских русских друзей, говорю, а что это за кейл такой? Почему его все как бы так он популярен и так много салатов на выбор в ресторанах с каким-то кейлом? Что это? Они сказали, что, о, да ты что, все американцы повернуты, просто кейл – очень полезная штука. И тогда я начала обращать на нее внимание. Мода достигла таких размахов, что ее уже пародируют в шуточных видео в интернете. Кейл – лучше всех. Вот почему его называют суперпродуктом. Кейл – моя религия, моя церковь и мой салат. Саша – мама троих детей. Она увлечена вегетарианством, но не хочет иметь витамина минеральных дефицитов в организме. Поэтому кейл сразу полюбила. Я увидела, что кейл – это просто кладезь. Во-первых, кальция, во-вторых, железо. И всячески он мне будет заменять вот это мое мясо, мою молочку и так далее. Я начала употреблять его гораздо чаще. Сашины дети постоянно едят салаты с кейлом и, как видите, довольны. Многие звезды Голливуда уже не мыслят своего рациона без этого суперпродукта. Например, Гвинет Пэлтроу уверяет, что секрет ее стройности – сок из кейла. Актриса Роузи Хантингтон-Уайтли утро начинает обязательно со смузи из кейла. Бэт Мидлер, Дженнифер Энистон и многие другие – все его едят. В России пока ситуация прямо противоположная. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, что это такое? Это похоже на брокколи. Так, еще варианты. Давайте еще варианты. Брокколи раз. Морская капуста. Морская капуста. Висти салата. Похоже на сушеный брокколи. Сушеный брокколи. Как-то водоросли больше. Мне похоже на это как водоросли. Из нескольких десятков оброшенных нами посетителей столичного торгового центра ни один не знал, что такое кейл. Даже слова такого никто не слышал. Это кейл. Вы слышали такое название? Нет. Кейл. Вы слышали когда-нибудь такое слово? Нет. Кейл. Вы знаете, что это такое? О, тем более не знаем. А вот вкус многим пришелся по душе. На картошку смахивает. Профит. Ну, интересный вкус какой-то. Кстати, даже немножко на картошку шареную. На картошку. Слушай, чипсы. Так что же это за овощ такой? Давайте разберемся. Кулинарные историки Ольга и Павел Сюткины провели по поводу кейла целое расследование, которое назвали «кругосветка русской капусты». Естественно, нужно сказать, что кейл или его еще называют во Франции, например, кале, капуста кале, она является одним из таких древнейших, наверное, родов этого растения. Ну, собственно говоря, наверное, каким-то далеким предком капусты современной качан. Поэтому, скорее всего, она издавна прокатиковалась, выращивалась по всей Европе. Для Сюткиных все началось с фотографии от калифорнийской знакомой. Там была запечатлена разновидность кейла с фиолетовыми прожилками. И подпись гласила «красная русская капуста». Как же так? Русская. Но у нас о ней никто не знает. Получилось проследить достаточно интересную историю и судьбу этого растения, которое отметилось, наверное, во множестве европейских стран. Вот что выяснилось. Листовая капуста активно выращивалась по всей Европе. Но к началу 17 века ее практически полностью вытеснили более урожайные и устойчивые к болезням качанные сорта. В России же, преимущественно на севере, в силу своей морозостойкости, кейл был очень распространен аж до конца 18 века. Он снова пришел в Европу благодаря торговле с Россией, в Петровские и более поздние времена. Видимо, в теми самыми английскими кораблями, которые везли из Архангельска, там наш мед, поташ, шкуры, всяких там соболей, скорее всего, были завезены и эти самые семена вот этой красной капусты, которая, придя в Англию в те времена, получила свое название. Сибирская капуста. Ею называли еще кейл. Red Siberian Kale. И уже из Англии этот вид попал в Америку, где и распространился под названием русская капуста. Сегодня, кстати, так называют не весь кейл, а только часть сортов. Вообще же их очень много. На самом деле существует более 50 сортов кейла. Наиболее распространенные – тасканский и кудрявый. Дэниел Лоуренс – американец, живущий в России. Несколько лет назад он, владелец консалтинговой компании, приехал на время в Москву, потренировать наших бизнесменов деловому английскому. Но остался тут надолго. И все из-за кейла. После какого-то времени пребывания в России я решил съездить домой, к Штаты. И обнаружил, что кейл там везде. В течение двух недель я его непрерывно встречал. Салатом, смузи, во всем. И я очень полюбил эти листья. Но когда вернулся в Москву, то не смог их нигде найти. Тогда-то Дэниел и решил – он вырастет кейл сам. Сначала это делал на балконе, на даче у друга, а потом оказалось, что на кейле можно заработать. Идея родилась в разговорах с бизнесвумен Ольгой Карагодиной, которая пришла к Дэниелу подтянуть английский. Такого прям плана, да, ферму организовывать у нас не было. То есть мы хотели просто попробовать посмотреть. Роба удалась. Хотя и не сразу. Дэниел и Ольга арендовали землю в Дмитровском районе Московской области, непрерывно проводили демонстрации и дегустации для рестораторов, представителей торговых сетей, убеждали, доказывали, объясняли. И российский покупатель, кажется, начал понимать, что такое кейл. Сейчас люди узнали о его свойствах больше, да. Больше он стал изучен и больше информации, да, чем он такой суперфуд, да. Почему именно суперфуд? Действительно ли это такой прямо уж чудодейственный овощ? Лучше ли он, например, чем обычная качанная капуста? Исследования показывают, что да. Кейл превосходит свою родственницу более чем в три раза по содержанию витамина С. 120 против 36 миллиграммов на 100 граммов. И почти в четыре раза выигрывает по магнию. Также кейл гораздо богаче капусты витаминами А и В6, железом, натрием, калием. Ученые во всем мире превозносят его до небес. Вы еще не упомянули витамин К, а это очень важное вещество для костей и почек. И кейл им очень богат. Но главное, наверное, это кальций. Кейл не только среди овощей является лидером по содержанию кальция, но и в сравнении с молоком он выигрывает по этому показателю. В кейле 150 миллиграммов кальция на 100 граммов, а в молоке только 130. Более того, из молока усваивается лишь 30% кальция, а из кейла все 50. А еще старший научный сотрудник Норвежского исследовательского института продовольствия Грета Борге с коллегами протестировала полифенолы, обнаруженные в кейле, и пришла к выводу, что эти антиоксиданты эффективны в борьбе с опухолями толстой кишки. Важный плюс кейла – он сохраняет многие свойства даже после термической обработки. Хуже всего – варка. При ней листья теряют около 30% витаминов, они переходят в воду. Но есть ведь и масса других способов приготовления. Дэниел и Ольга специально для нас приготовили из кейла чипсы, овощные роллы и, конечно, знаменитый смузи, так популярный среди голливудских звезд. Я люблю, чтобы смузи был холодным, поэтому вместо льда я предварительно замораживаю бананы. Несколько простых манипуляций и готово. Ты готов? Я готов. Нам нужно два стакана. А можно я буду третьим? Вау, да! Может, это будет? Абсолютно! Поздравляем! Это вкусно, вдвойне вкусно, когда думаешь о том, насколько это полезно. На вкус кейл несколько напоминает щавель, только не такой кислый и более жесткий. Вкусно! С кейлом есть один нюанс. Если собираешься на деловую встречу, обязательно нужно почистить зубы после того, как его едите. Потому что, чтобы избежать всяких неприятных ситуаций. Кусочки листьев прилипают к зубам. И результат выглядит, правда, немного диковато. Я теперь понимаю, о чем они говорили. Посмотрите на мои зубы. Но, пожалуй, это единственный недостаток листовой капусты. Кейл как раз тот самый случай, когда очень вкусную еду можно, не сомневаясь, назвать живой, а вовсе не мертвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова